Смывки она сказала, не боится. Так, возьмите жиму, во-первых. Кухня красоты! Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и Танюша, моя старая подруга. Сучка! Нет, ну я имею ввиду, что мы давно дружим, уже дружба наша старая. Ну а мы-то ещё, всё ещё, вы понимаете, молодые. Сегодня, девочки, будет эксклюзивчик видео, которое вы ждали очень давно. И свои, мне кажется, видео я вообще начинала с того, что у меня было очень много покрасок над своими волосами, я экспериментирую, ну а также над волосами своих друзей. Я согласна. Естественно, всё только по их желанию. В добровольном согласии, да, всё осознанно и в трезвом состоянии. Танюша носит чёрные волосы уже давно, по-моему, даже всю жизнь. С рождения, я помню, один раз она как-то осветлялась чем-то, я не помню, чем. Убила их, по-моему, напрочь, да? И потом решила, что больше никогда не будет красить в белый. Но жизнь предсказуема, всё меняется. И сейчас Таня... Новые технологии я решила попробовать, да, довериться профессионалу. Она посмотрела то видео, помните, из чёрного в белый, где я красила свою подругу. Ей очень понравилось, как профессионально я подошла к этому вопросу, как я порошок растягивала по её волосам, потому что не хватало нам там. Я нервничаю, я признаюсь, я очень нервничаю, я несколько месяцев об этом думала. Да, мы на самом деле почитали ваши комментарии, вы все были против, и Таня читала, и я читала. Но сразу вам скажу, что это не моя инициатива, это инициатива Тани. Я уже ей сказала, говорю, что-то все на меня нападают. Я как бы... мне это всё равно, да? Но если есть желание, то я, конечно же, помогу. Вот, и мы будем красить краской той, которую мне советовали всегда все. Говорили, что капус хорошая краска. Я сейчас покажу, чем будем красить. Таня хочет не блонд, то есть это будет не блонд, это будет... Рус и пепел. Рус и пепел, да. Вообще тебя вдохновила Любашка. Да. Люси, это тоже моя подружка, ссылку на её канал я оставлю под видео. Кому интересно, посмотрите, она тоже окрашивание снимает своё. И Тане очень понравилось, что она так осветлилась, и вот ей хорошо. В общем, мы будем использовать смывочку капус. Вы её, кстати, рекомендовали, смывку капус, хорошая. Она стоит 495 рублей. Здесь два вот таких баллончика, я сейчас всё почитаю, как сделать. И первое, мы с Таней смоем её цвет волос, вот чёрный, который у неё есть. Люси не смывала цвет волос, потому что она осветлялась на натуральный. Затем... Что, тоже запах пришёл, по-моему. Что, вы же? Нет. Химочки. А, да. Смывочки, запах. Затем я взяла порошочек, 110 рублей стоит капус с кератином. Это, видимо, какая-то новиночка с кератином, потому что был зелёненький. Нам сказали, что на её длину хватит две пачки. Но если не хватит, мы растянем, как тогда. На следующий раз, да? На другой раз. А с другим ещё сильнее. Нет, я просто протягивала. И вот этот порошок, днём должны волосы вообще тонуть, когда ты их осветляешь. А у нас не хватало, и я, короче, растягивала, пшикала водой, короче. Ну, короче, сильней полной занималась. Но было дело всё на опыте. Ну, короче, я надеюсь, нам хватит. Я тоже. Я вообще, самое лучшее, я только надеюсь. Может быть, надо было взять три или даже четыре. Кто-то писал, что надо брать больше. Ну, короче, посмотрим. Но мне продавец сказал, что две должно хватить. Даже не должно, она говорит, вам точно хватит. После того, как мы осветлим волосы, мы будем тонироваться красочкой один к полтора. Она тоже сказала, что хватит одной. Если бы она не сказала, что хватит одной, я бы взяла две. А окислитель к ней идёт отдельно или как? Да, окислитель отдельно и разводится не один к одному, а один к полтора. То есть будет ещё больше. Но затонировку я не переживаю, её, если что, уже можно растянуть. Вот. Тоже капус, и вы мне рекомендовали капус. В общем, давайте начнём, посмотрим, что из этого выйдет. Давай покажем волосы. Чёрные волосы. Вот, смотрите. Чёрные волосы, вот здесь она что-то тут осветляла, не осветляла, чуть-чуть рыженка, я не знаю, может вам не видно, но корни вот чёрные, всё чёрное. Длина вот такая. По густоте волосы, в принципе, достаточно густые. Я немного переживаю, что может не хватить, но мы бы в процессе чуть-чуть придумывали. Итак, поехали, оставайтесь с нами, кому интересно что будет. Оставайтесь с нами. Да-да-да. Итак, как в лучших, как в лучших салонах у нас всё есть для защиты одежды. Мусорный пакет number one. А дырку сразу сделаешь или потом? Или будешь просто на мне на голове разрывать? Дырку сразу сделать. Или я должна её зубами прокатываться? Боже. Посмотрите, зато смотри, как зачетлилась. Слушай, а по-моему я уже себе образ Хэллоуина придумала. Смотри, какая у меня прям такая вуальда. Всё супер. Всё супер. На мне идёт. Итак, намешиваем один к одному наши два средства. Наши два средства намешиваем один к одному. Единственное, я там не поняла, короче, если будет нормально. Меня напугает, зачем надо говорить. Пусть знают, что я тут как бы не во всём сведуща. Короче, написано, разведите один к одному. Я сейчас разведу, сделаю, да. Написано, что если получится результат, который нужен, потом нанести какой-то хиалуроник, полтора процента окислителя. Подержать на волосах 4-6 минут. Нет, 4-6 минут, а потом типа смыть как бы и всё. Я не поняла вот это вот, я не в курсе этого. Я думаю, мы этого делать не будем. Мы просто нанесём вот это и посмотрим, что будет. Просто. Итак, мы перемешали всё до однородной массы и начнём. Я вроде говорю, кажется, мало, а Таня говорит, можем растянуть. Так что, два сапога пара. Так, а мне перчатки нужны вообще? Да нет, только руки вонять будут просто. Ну поехали, поехали. Так, возьми зажимы, во-первых. Возьми зажимы и раздели волосы на три части. Возьми зажимы, у тебя есть вот такие вот зажимы? Вы поняли? Вот кто тут правит балом вообще на моём канале? Давай, делай зажимы, делай зажимы, делай зажимы, делай на три части. Выложила нормально, что-то обратно в свой пробор сделает. Ты что, по пробору покрасить? Я не знаю. Я так выкладывала, она под рукой. Ты посмотри, держи. А что это у вас в салоне? Да. Все держат? Я вот сажу в салон, где иногда мне дают держать. Какая у вас плохая организация. Я оставлю отзыв вашему салону. Вот с таким подходом, честно, я вот уже начинаю сомневаться, что я к вам приду ещё. Ничего, ничего. Так, когда ты пойдёшь, рыбка моя? Запишите, запишите это всё. Сдерут с тебя, блин, как это, в три погибели. А тут, понимаешь, я ещё и краску купила. За свои деньги. Где, что за сервис? Где ты такой сервис найдёшь? В каком салоне, чтобы тебе краску купили, потратили на тебя время? Чай теперь тут, в конфетках. Кофе, чай, да. Наговаривай. Слушайте, вот не защитишь себя. Подмазывай всё. И будут думать все, что я вот такая. Так, на джинсы только мне не капают. Слушай, а не варьём отсюда, мне тряпочку какую-нибудь будет дать? А то сейчас разъест мне ещё встаны. Ну что, хватило? Нет. Только эконом мне, чтобы хватило на второй раз. Стань, на второй хватит. Здесь 200 мл. А я делаю 40 на 40. А, да? Что, я нанесла смывочку. Написано, что в утеплении нам нужно 20 минут. Но утепления нет, мы будем ждать чуть дольше. Таня говорит, что уже сделала смывку на кончике. И она говорит, будем смывать ещё второй раз. А может даже и третий. Смывки она сказала, не боится. Да, смывку я делала. В принципе, по результатам смывки я видела, что она волосы не портит. Больше всего я боюсь обесвечивания. Вот, как бы, это у меня тоже было уже в моей практике. И я потеряла очень много волос. У меня, кстати, есть такая шапочка. Да? Которая может фен засунуть. Боже, что ты из меня сделала? Слышишь, фен туда засунуть и погрегли. Не, ну ладно, не будем. Лучше посидим спокойненько, да? Что это? Я сама себя бояться начинаю. Всё ли нормально? Может, покой? Прощай, цыганка, цыганка. Ой, всё, дай погадаю. Давай, давай. Руководишь нам видео. Сама разберусь. Давай подерёмся. Итак, что? Мы помыли наши волосы. Вот. И получился... Ну, здесь прям хорошо. Прямо рыжиночка вот здесь наверху получилась. Вообще хорошо показать тебе чутко, поближе. Вот, смотрите. Какой цвет красивый. Вот, здесь у нас... Здесь на концах хорошо смылся цвет, да? Ну, Танюша говорит, хочу второй раз сделать смывочку. Будет зашибенческим. Вот. Что думаете? Да? Второй раз. Все думают согласны. Слушай, я в целом... Да, такой цвет немного шоколадный уже получился. Медный, медный. Да, можно сделать второй раз. Короче, мы сейчас сделаем вторую смывочку. Как по ощущению с первого раза волосы? Ничего не изменилось. Очень мягенькие, шелковистые, блестят. Не испортились волосы? Вот, да? Феном посушило, да? Вот все как было, так и есть. Да, кстати, я тоже смотрю, что они... Смывка очень, да. Отличная прям. Ну, ощущение отличное. Мы даже без бальзама помыли волосы. Без бальзама, я вообще удивлена, что они так хорошо расчесались. Да, ничего без потерь. Даже без потерь, кстати. Там три волосинки вылезли, и все. Класс. Ну, все. Второй раз. Поехали. Расстряхиваем. Иди садись. Моркова. Морковка. Полотенце для. Да вот, возьми, да, полотенце. Так, у нас тут как из жопки пакетик уже. Но мы не будем новую брать, правильно? Конечно же. Экономия. Экономия должна быть экономия. Я надеюсь, я тебя с той стороной его одеваю. Потом запишешь это. Себестоимость этого покрашивания. Три пакета. Две морковки. Так, это что ты кушаешь? Покажи зрителям. Зож. Зож. Морковку. Бусинка себе. Все, давай, клади, ты будешь держать пакет. Хочешь тебе совет дам? Какой? Делай больше акцент на вот эту вот часть. Да, вот, вот эта центровая. Концы и корни уже хорошо осветлились. Вот для чего это тут лежит, дема-дема? Да, я не знаю, я смотрю, думаю, куда она его убрала все это. Убрала. На спинке лежит. Компец. Субтитры подогнал «Симон»! Так, нанесли мы второй раз. И вот я сейчас промассирую. Но у нас здесь уже прям вообще хороший цвет, мне нравится, шоколадный. Вот здесь вот серединка осталась. Я прям беру вот так вот, видите, как следует. И прям, чтобы все пропиталось. Помимо того, что я красила, чтобы все пропитано, все. Оно прям, видите, очень прям... Как будто шампунька. Бальзамчик. Масочка. Ладно, все, ждем еще сколько? 30 минут. 30 минут. В прошлый раз мы 40 минут подождали, сейчас 30. Так, ну что я хочу сказать. Смывка хорошая. Волосы не повредило. Все на месте. Повернись. С минимальными потерями. Да, сейчас покажу. Волосы блестят, все идеально. Ну, что, у меня есть с чем сравнить. Я очень довольна. Это без бальзама, девочки. Вообще. Без всяких масел. Просто самым стремным шампунем вообще. У Таня говорит самый стремный, но чистая линия многие любят. Мицеллярная чистая линия шампунь мицеллярный. Ну, я обычно... Посмотри, какие шикарные волосы у тебя после моего шампуня. Да не говори. На самом деле, я тоже так думаю. У меня прям мелирование или колорирование там такое уже получилось. Короче, тебе даю 5 минут, чтобы подумать, осветляем или еще раз смывочку проходим. Смывочку, да? Да. Все, думай. Итак, мы разводим нашу капус. Две вот такие вот я буду замешивать. Они по 30 грамм. Мы их делаем 1 к 2. Используем 9% окислителя. Значит, если у нас будет 60 грамм порошка с кератином, значит, нам нужно 120 вот этой вот окисляшки нашей. Итак, высыпаем порошочек. Должно хватить 2. Будем очень стараться. Хотя я помню, что должны они плавать в этом во всем. Но, видите, продавец мне сказал, а я что-то не подумала. Надо было взять еще одну и все на всякий случай. Лучше бы осталось. Вот так получилось. Тань, ты готова? Я смешиваю. Я скажу свое мнение. Что? Я такая лисичка. Лисичка-сестричка. Так, мы верхнюю часть сейчас убираем, потому что мы ее оставим. Потому что, я думаю, она быстрее всего у нас прокрасится. И мы сейчас с нижней начнем. Да? Да. Вот так вот. Прям я забираю. Да. Закручиваю. Да что же это такое? Да что же это такое? Чувствую себя как в безопасности. Делай, любовь, пожалуйста. Вот. И все. Мне так нравится эта вуаль черная. Такая, да, она? Секси. Так, ну все, девочки. Смотрите, 120 окислителей, 9%, порошок смешанный. Мамы, дорогие. Вы заметили, что у меня эти перчатки изменились? Не пожалела. Черная работа должна быть в черных перчатках. Да, да, да. Мы же снимаем черную энергетику в черных перчатках. Слушай, ну сейчас многие девчонки вообще хотят перейти там вот, знаешь, из черного в белый. Да я знаю, это сейчас вообще. И боятся все. Ты как себя чувствуешь? Не ссышь? Псу. Лучше попробовать, да, и пожалеть, чем не попробовать и все время вот это думать, бояться. Да, вдруг боится. Мало ли, на самом деле я делала крайний раз смывку и обесцвечивание много-много лет назад. Это был еще год 2007, наверное. Вот. С того времени, ну уже много чего изменилось. Уже у нас сенсорные телефоны, да, как минимум. Я думаю, ну уж с краской-то они могли там какую-то формулу посовершенствовать, да. Вот ты размешиваешь, ты мне сейчас скажи ощущение, оно как суфле или как цемент? Нет, как суфле. Я вижу, да. Как шлизни. Я вижу, оно на вид как суфле, это очень меня это закаривает. Ну да, как будто красочка мягкая. Да. Ой, спасибо, спасибо. Пожелайте нам удачи. Экономнее и в речи, в речи. Ну, Тань, тихо, не торопи меня, я что-то сама переживаю. Чтоб я не осталась лысая перед Хэллоуином. Представляешь, завтра проснусь и вообще не узнаю себя. Я думала, ты скажешь, проснусь без волос. О, это я вообще тебе этого не прощу. Не вздумай, такие шутки, я сейчас это... Глаз дергается, начинает пульс учащается. Может быть, в два захода сделаем, знаешь? Сделаем низ, смывку, смоем ее. Твою мать! Это фиаско. Это, знаешь, сейчас проходит обряд снимания черной энергии. Да, которые тебя отрестили в комментариях. Да, 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 да. Я надеюсь. Теперь начнется в моей жизни сплошная белая полоса. Туки болят, давай без комментариев. Я очень боюсь. Я очень боюсь. Не бойся. Боюсь. Села все тогда, в следующий раз не садись. Села, да ладно. Пусть все знают, как я переживаю. Слышишь, а помнишь, раньше, да, женщины отбеливались там перекисью водорода, перекисью кислорода, чем они там? Перекисью кислорода? Ну да боб, хрен его, да? Ну чем-то. Или гидроперид. А, гидроперид, помнишь? О, точно. Ще капец. Как можно было на это пойти? Я тоже себе какой-то фигню, шняга, первый раз осветляла. Начинается. Так, девочки, чуть-чуть разжижаем, потому что нам, возможно, не хватит. Но немножко, буквально. Крепкий, да, сильный? Давай ты отдохнешь, я разрешаю. Ручка отдохнет. Давай, давай. Я сама. Я сама. Я что-то не пойму. Процент не увеличился. По химии так-то пять было, но теперь ничего-то вообще. Мозг начинает, по-моему, отупляться. Окисляться или отупляться? Я блондею, я блондею, детка. Скажи спасибо, что я тебе не водой разужу, а вот к окислителям. Посмотрим заодно, что получится. Трэндабли, своими экспериментами. Посмотрим заодно, что получится. Ой, смотри, у меня в руках твой лук остался, да? А сколько там по времени вообще надо отбеливать порошок? Сейчас накрашу и посмотрим. Да не надо мне потом посмотрим, надо его посмотреть по инструкции, сколько там. Я на экструсию посмотрю. А, ну знаешь, что у меня еще как бы это вселяет уверенность. Впереди зима, если что, в шапки похожу. Посмотрим, может у меня там и стель еще остался. Давай не будем. Ой, если что, просто завтра докупим и закрасим. Ревально, ничего страшного, прям. Да ну как это, не надо на самом деле вот такой расклад иметь в виду. Да, ну я не хочу растягивать, оно будет пятнами тогда. Я и так растягиваю, как могу здесь, поверь, они не плавают, как должны. Опа. Смывать. Но посветлеть они должны, Таня. Нет, если они посветлеют, они нахрен отвалятся. Люба сказала, не надо ждать, ну что, смывайте. Они не должны посветлеть. Они когда будешь смывать, они уже посветлеют. В общем, девочки, у нас... ЧП. Да, ЧП. У нас не хватило... Мягко говоря. Я вам покажу, да, покажу. Не хватило краски вот на такую целую прядь. Обесцвечивателя. Обесцвечивателя, да. Ну да, обесцвечивателя. Обеливатель. 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 Ну я и так пыталась растянуть, как могла. Все-таки меня подколола эта продавщица. Я ей сказала, что... У меня один день жить вот так вот. Длинный волос, да. Вот с такой вот прядью. Ну завтра я возьму две пачечки, на самом деле, красочки. И когда мы вот эту отдельно прядь завтра будем красить, я заодно посмотрю еще, где у нее, может быть, не осветлилось, и прям попрядочно пройду. Так что две пачечки возьму с запасом, пусть у меня обеливатель лежит. А сейчас... Молодец, доел, а не доела. А сейчас мы ждем, ну, буквально минут 10 после окрашивания последней прядки. Ну, я заодно смотрю, это Таня переживает, там, что 10 минут, да, я бы побольше подержала. Ну еще бы, это же мои волосы. Ну, мои волосы я бы больше держала. Это Таня переживает? Нет, знаешь, давай посмотрим. Я бы вообще смотрела бы. Я бы смотрела по прядям, и видишь, осветляется, можно смывать. Если еще не осветлилось, ну, не добила, естественно, а просто, ну, как минимум, видишь, вот здесь не хватает еще. А у меня не должны быть сухие такие, понимаешь? Чего орешь там? Мнение хочешь высказаться? Давай. Они должны быть вот так вот все сделаны, понимаешь? Ну, возьмешь еще 2-3 пачки даже. 2 возьму, будет... Опять не хватит. Нет, ну, мы же уже общую массу сделаем. Ну, посмотрим, да, давай. Так что, давайте ждем. Накапываем в валерьянку, я не могу. 10 минут – это целая вечность. Кухня красоты! Итак, наша королева идет. Так, ну... Давай сначала я покажу, что у нас, да? У нас, смотрите, вот эта часть совсем ничего, потому что мы ее не трогали, правильно? С этой стороны тоже ничего, хоть мы ее и трогали. Не знаю, почему, но я вообще знаю, потому что мы начали с конца, и там вот осветлилось, я вам сейчас покажу, как. А здесь, получается, мы поддержали 10 минут, да? А там, получается, минут 30 поддержали, да? В общей сложности. Поворачивайся, я покажу зад. Мне очень нравится, как сзади осветлилось. Под... Ну, когда тепло даже здесь еще было. Давайте вверх вот так уберем, да, весь? Я вам покажу, что у нас здесь. Вот, видите? Вот так вот. Ну, выглядит достаточно благородненько. Может быть, на... Можно было бы на такое осветляться, да? Ну, тонироваться, я имею в виду. Но я бы, честно говоря, подольше бы подержала и так, чтобы плавала. Мы, в общем, решили, что завтра я куплю. Вот так, чтобы было хотя бы. Мне хочется еще... Покажу. Хотя бы, чтобы вот такое все было. Хотя бы, как минимум. Но я бы подольше подержала. В общем, завтра мы решили, что пойдем, точнее, я съезжу и возьму еще 5 пачек. И, наверное, мы их будем вот так вот разводить, там, да, по 2 пачки. И смотреть. Я прям хочу, чтобы все плавало, прям все-все вот так вот. И нормально подержим. Таня набоялась, поэтому мы подержали 10 минут. Вот, но она посмотрела состояние волос. И что скажет? Ну, состояние, да, не изменилось. Они не испортились. Я очень этого боялась, чтобы они не отвалились. На ванной там буквально так же 4-5 волосинок вырезало. И они очень мягкие, шелковистые. Сейчас мы их помыли, конечно, уже с бальзамом. Но все равно они очень мягкие, блестят. Вот. Поэтому мы подержим подольше, да, в следующий раз? Будем прямо смотреть. Мягенькие, блестят. Вообще вот. Ну да, я тоже чувствую, что, ну, как будто как и было. Скользкие, да, да, да. Ничего не изменилось. Все, ну, в общем. Я не боюсь, можно двигаться дальше. Для вас пройдет одно мгновение. У нас пройдут сутки, а у вас пройдет одно мгновение. Вот так вот даже видно, да, вот это вот. Светленькие такие. Для вас пройдут одни сутки. Ой. Для нас. Для нас пройдут одни сутки, а для вас всего мгновение. А вот и мы. Мы вернулись день следующий. Я уже голову даже помыла. Танюша целый день проработала, даже проходила своими волосами. Но я сегодня так купила краску, решила взять сразу полкило. Если что, намажу прям полкило и на голову. И оседливаю. Наверняка. Мальчик. А, ты что-то приблудился. Иди. В общем, мы думаем вот так взять вообще волосы. Вот так вот разделить там, например, да. И нижнюю часть, например, не трогать вообще, да. И сначала покрасить вверх. Нижнюю часть вообще заколоть и чисто вверх покрасить и вверх смыть. Поняли, да? Потом уже убрать вот это, нижнюю часть покрасить и все вместе уже смыть. Вот так мы думаем сделать. Лайфхак. Да, ну посмотрим еще, как по ходу будет. В общем, буду сейчас эти пол... Я беременная, да? Пол вот этого килограмма. Я готова все вывалить, лишь бы оно все было сметами, короче. Все волосы были, плавали. Вы поняли, да? Ну что, пойдем? Ты готова к вечеринке? Ну, конечно же, детка, с тобой оно все готово. Итак, смотрите, мы вот разделили, да, на две части. Давай повернемся, покажем. Вот эту часть я оставила и за 10 минут я прокрасила... Наклонись. Вот так вот, да? Все, весь вверх. Он весь плавает, весь покрытый. Все супер. Сейчас мы вот так, не распуская, да, смоем вот это, посмотрим, что будет, да, и потом вторую часть. Во-первых, так быстрее и не переживаю, что где-то оно уже осветлилось, а где-то еще даже и не думает осветляться. Я сделала 80 краски, 160 окислителя, ну, 80 порошка, 160 окислителя и сделала только половину головы. Понятно, что я не профи, и, может быть, профи это все сделала на длинные густые волосы, ему хватило. Но я не профи, и поэтому херачу. Главное, чтобы, когда мы закрасили, все затонировали, было супер. Ждем, ну, 25 минут. Все, супер. Наложу подруге красоту и думаю, а чем я хуже, да, хоть брови подкрашу. Как вам? Я их только намазала, на самом деле. Сейчас я их буквально 3 минутки подержу и буду смывать. А то у меня волосинки светлые, светлые, еще выгорают на солнце, и мой татуаж даже за белыми волосинами не видно. Печаль, печаль, я пожертвовала своей майкой. Посмотрите, у меня теперь пятно вот здесь вот. А это мой новый комплект, на самом деле, был. Вот, видите, капнуло у меня. Но я уже в нем досниму видео. Я попыталась застирать, не получается. Но уже досниму, уже засру ее, как засру, и потом избавлюсь. Ну что, бровки я подкрасила, Таню тоже подкрасила. Сказала, классная краска у меня, да? Да. Ну, в общем, наш цвет волос сверхний, вот, можно наклониться. Паржел вот здесь, вообще прям блонди, да? А здесь у нас не везде хорошо, да? Вот есть темные такие участки прям, да? А есть светлые, да, я тебе побольше покажу. Вот, видите, есть светлые, есть темные. Я говорю, Тань, давай пройдемся по темным местам. Вот так вот я бы прошлась, знаете? Через месяц, не раньше. А она говорит, да, только через месяц. Я говорю, не знаю, тонировать стоит вообще краской. Мне кажется, что краска... Не возьмется. ...для более светлых. Ну, я не знаю, честно говоря, просто, что будет, есть ли смысл переводить краску вообще. Затонирует она или нет. Вот, видите, здесь темные. Вот я бы поэтому еще раз прошлась. Держали сколько? 35 минут. Вот. Ну, короче, будем сейчас работать со второй частью, нижней. Вот, пожалуйста, сейчас вам покажу. Вот, у нас осталась тут часть волос. Сейчас мы ее освободим. Так. А эту заколем. Интересно, можно осветлять два раза подряд? Надо в интернете прочитать. Я не хочу, я боюсь. Да никто тебя не заставляет. Мне как будто вот оно надо красить. Все, тогда разворачиваюсь. Стоять тут уже. Задолбалась несколько часов. Вот это стою, одно крашу. Ну, да. На меня в свое время драгоценное тратишь. А я тут еще не так хочу. Ладно, давайте красим низ. Хотя разница, да, очевидно. Вот здесь такие темные еще, да? А там уже рыжие. Ладно, поехали красить. Еще хотела сказать момент, почему вот так плохо краска вымывается. Я не буду говорить название краски черной, которой красила Таню волосы, дабы она стесняется. Но это как бы все мы знаем, да? Она аммиачная. Все мы знаем. Я могу раскрыть секрет, что она аммиачная или как правильно, аммиаковая. В общем, да, она смывается довольно непросто. Мне ее уже говорили в салоне. Я давно еще когда хотела выйти в светлее тон, мне сказали, что такие краски, они очень долго смываются. Поэтому, возможно, такая вот реакция с моими волосами. Все мы знаем, что хной лучше не красить, и вот этой черной краской тоже не красить лучше. Поэтому такой результат. Ну что, крошечки, мы еще еще решили сделать, так как здесь были сверху пряди какие-то темные, я говорю, давай еще раз все-таки пройдемся. И я ей намазала низ уже весь, он достаточно так быстренько осветляется по сравнению с верхом. И, в общем, Таня согласилась напоследок уже чисто середину, видите, я корни не трогала, чисто середину и концы не трогала. Вот так вот я еще раз остатки, короче, все вымазала. Что, Таню клонит куда-то, да, вы видите, куда она катится вниз? Вообще, капец. В общем, все, пять минут, я уже намазала тут на корни, на это, пять минут, все, и мы идем все это дело смывать, и все-таки я надеюсь, что мы затонируемся. Я тоже. Красотка, дайте, подожди, посмотри, давай как-то фото сделаем краситку. Рыжая, ты же такая еще себя как-то еще увидишь. А я мастер такая. Ну что, мои хорошие, как видите, у нас уже... Черная энергия сошла. Не вся, все-таки. Конечно, не вся, да. Не отпускаешь ты черную энергию. Давай посмотрим. Да, вот, кстати. Я хоть сравняла этот цвет. Представляете? Более-менее однородный. Я прям счастлива. Я прям счастлива. Оцелительные руки. Она с меня всю черную-черную какую-то энергетику смотрит. Давайте сзади посмотрим. Вот, вообще, представляете? Давай сзади покажем. Вот, смотрите. Ну, мне нравится, что просто однородный цвет. И я просто единственное, что сомневаюсь, я не знаю, на такой уровень ляжет ли наша красочка 8.1. И что будет? Я предлагаю Тане взять просто придюшку, вот здесь где-то снизу, да? И даже здесь, вот видите, темненькая немножко есть. И я думаю, вот так вот ее сейчас покрасить, да, и подержать, там, минут 25-30. Просто посмотреть, что с ней будет. Если, ну, как бы, вот эта вся прядка, она станет ровненькая и однородненькая, то мы можем брать и смело все красить, как бы, да, и мы затонируем. Сделаем красивый холодный оттенок. Как минимум, чтобы рыжей такой не ходить, да? А потом уже через месяц, через два, если она захочет еще светлее, мы сделаем еще и обессветим. Сделаем смывочку и обессветим. Ну, когда волосы немножко она подлечит. Хотя, скажи, как чувствуют себя твои волосы? Мы же брали с кератином порошок. Да, с порошок супер. Я вот посушила феном, мы не пользовались бальзамом, а волосы блестят, они очень мягкие, скользкие, как будто на самом деле, после какого-то вот маски или салонного такого хорошего ухода. Вообще, я на самом деле удивлена. Очень-очень хорошее качество, и волосы не пушатся, но я ничем их не добавляла, там никаких укладочных средств. Я прям в восторге. И блеск, ну, видите, да, вот, как вот так, все присутствует. Ну да, да, да. Причем шампунья тоже обычная, чистая линия, мицеллярная. Да. Поэтому, в общем, сейчас мы пока решим, что будем делать. Если что, накрасим прядочку, вот здесь вот, на самую темную, и посмотрим, что будет. Ну что, мои хорошие, мы закололи танночку. Да? Опять. Смотри, какая у тебя модная-модная прическа. Да, вообще. Мы решили взять вот эту прядку. Вот видите, здесь у нас и корни светлые, и темная прядь есть, и светлая прядь. Мы сейчас возьмем просто и я разбавлю прям немножечко краски, затонирую, и посмотрим, что будет. Ну что, девочки, мы нашу прядочку покрасили и посушили. Как видите, ну, не знаю, видите, вы не видите, темное пятно осталось, а то, что было желтым, оно как бы притонировалось и стало таким каким-то молочным шоколадом, что ли. Вот. Ну, честно говоря, я бы не хотела тонировать все волосы, потому что все равно будут пятна, мне кажется, и мы не получим тот результат, который был. По-хорошему, я бы их еще раз осветлеть. Ну, ничего страшного, что уже 3 часа ночи, подумаешь. Ну да, у нас 3 часа ночи. Я даже не знаю, что делать. Я уже устала. Ой, ну что, мои крошечки, короче, 3 часа ночи, честно, я уже устала, потому что мы красим Таню с 10 вечера, и я уже малого уложила, и мы уже и покушали, и, короче, ну, уже день-вечер событий произошел, я реально устала, и я не представляю, сейчас еще красить, еще ждать, это конкретно под утро ляжем, как бы, я устала. Вот. Поэтому Таню, Таня пошла купаться, сейчас мыть голову, собираться, она, у нее там дела, полпятого утра у себя дома, она поедет домой, потом у нее клиентки, все дела, и она где-то к вечеру уже освободится, и приедет ко мне, мы будем осветляться еще раз. Наступил 4568 день нашей покраски. На самом деле, сегодня день, короче, уже, наверное, 5 дней прошло с первого раза, как мы красимся, да, ну, вот, Таня ходила с волосами рыженькими вот такими, в общем, сегодня мы осветляем их второй раз, и пытаемся еще больше почистить наш цвет, чтобы он был более светлей, тогда тонировочка будет лучше. Я сочувствую, на самом деле, смотрю, как это Дайнерис, это из рода Таргаринов, да, или как там это? Ну да, есть? Так ее, есть такая там, да? Ну, я что это, да, мать дракона. Я тут втягиваю живот, просто за 5 дней я уже поправилась, пока я Таню крашу тут. А ты пониже присаживайся, тогда... Да все, отлично, отлично. Вот так вот надо. Красота. Вот, вот, показывай свои плюсы, плюсы. Ладно, все, я мешаю, короче, вы поняли? Ингредиенты. Продолжаем. Ну что, мои хорошие, я накрасила Тане, давай повернемся задом. Смотрите, как красиво высветилось, сейчас она еще это, помоет, посушит, и они вообще беленькие, здесь вообще пипец цыпленок. Ну, в общем, вот, смотрите, да, разница как бы есть. Теперь уже тон ляжет, я думаю, сюда хорошо. В общем, сейчас она помоет вот эту часть, потом мы нижнюю сделаем, уже на 6%, потому что она целый литр 9% выпользовала у меня. Беги, давай, смывай пока. Пойдем, не поливать. А, подожди, я хотела договорить, выпользовала целый литр, у нее пористый, у нее как бы и густые волосы, при этом сильно пористые, и у нее все впитывает, представляете? Это моя темная аура, тут просто одним литром не это, понимаешь, не обойдешься, обряд надо так серьезно проводить. Ладно, пошли смывать и красить вторую часть, потом вернемся. Ну что, мои хорошие, вот и наша апельсинка, мандаринка. Корни, как видите, вообще светленькие прям стали, да, здесь у нас, цвет ровный, такой достаточно, здесь посветлее, конечно, да, здесь немножко уходит, но, во всяком случае, уже нет этих сильно темных пятен, которые были, я думаю, что наш на восьмерочке русый цвет, 8-1, он с пеплом, должен, я думаю, однотонно как-то затонироваться, давай зайчиком, поворачивайся, покажем, что у нас есть, что мы имеем, вот такое вот мы имеем дело. Волосы, правда, на самом деле, очень хорошо блестят, и кто-то говорил, что капус плохая краска, и типа обесцвечивалки, если капус нам так нравится, то, наверное, другие, которые вы советуете, фирмы, наверное, вообще огонь, но капус, как бы мы довольны, волосы, честно говоря, прекрасные, прям буду рекомендовать всем, на самом деле, с кератином, вот, который обесцвечивал, с кератином, в общем, тонировать сейчас будем на 3%, 1 к 1,5 будем разводить, красочка капус, 8,1, я взяла две красочки, длина у меня, потому что хорошая, волос бористый, сначала я одну взяла, сглупила, но, когда я поняла, что мне полкилограмма, надо пойти обесцвечивалки взять, то я взяла еще вторую, сейчас, короче, намажу ей все, полкилограмма, это ты взяла второй раз, а до этого тоже ты 4 пачки брала, 2, 3, 3, 2, 2, обладаете, наделась, мне двумя обесцвечиваются, наделась, в общем, да, покрасимся, вернемся, ну что, мы затонировали нашу Танечку, я еще прошлась, прошерстила, еще там доделала, короче, нам хватило одной краски, в принципе, ей легко можно было бы все сделать, но я не экономила, поэтому я еще потом добавила где-то 40 грамм краски, еще 40 на полтора сделала, короче, еще где-то у нас 90 было, да, вот, все прочесала, потому что, почему-то я начала наблюдать проплешины, по ходу дела, но все прочесала, тоненькой расчесочкой, крупной, потом тоненькой, все еще раз вымазала, мы даже не всю краску вымазали, там еще осталось, но я вижу, что как бы все закрасилось, я не вижу темных пятен каких-то, я не вижу там светлых, Таня говорит, что снова в черный, снова в черный, но на самом деле нет, мы за три дня меня отбелили, да почти прям белого, а сейчас я смотрю, и вот на камеру тоже смотрю, я вижу снова, как будто черная, она уже хотела блондинкой просто стать, но на самом деле эта тонировка, она смоется, и у тебя будет проблескивать твой светлый, и если захочешь мы тебя потом, то есть не я уже, кто-нибудь другой, я сейчас расскажу это, что тут мы попортили сколько всего, смотрите, на самом деле очень нежный цвет, а плюс он еще сейчас мокрый, а когда мы посушим, помоем, посушим, и мне кажется, он так заиграет на солнце, будет очень красивый цвет, и главное, главное, чтобы он был однотонный, чтобы не было никаких проплешин, вот это для меня важно, посмотрим, вот, испачкали кресло, представляете, испортили кресло, все, 3 500, 4 500, 4 500, 2 майки, а оно въелось еще вот здесь, короче, здесь сзади у меня пятна, но это мой косяк, я, видимо, свое не берегу, и не накрыла ничем, может поворачивать, майка моя, пожалуйста, базовая, вся просто вот, и тоже ее выкидывает, скорее всего, это не отстирается же, да? Ну что, Татьяна Николаевна, присаживайтесь, покажите цвету, рыжие, рыжие, и все-таки они рыжие, вот что у нас получилось, ну-ка, давай назад, задом, покажи, задом, да, девочки, у нас цвет получился какой-то все равно, с вот этим медным, да, я думаю, что, наверное, базу, говори правильно, рыжие, называй вещи свои, базу, наверное, надо было чистить еще больше, да, но я брала цвет, девочки, он с пеплом, 8,1, он был с пеплом, реально, на корнях, на корнях, здесь было прям белое-белое, он все равно с какой-то теплинкой, удивительно, мы ожидали, что будет, ну да, я вот прям поближе покажу, мы ожидали, что будет цвет, девочки, оно как бы серый, пепельный, где, он даже где вот сильно было осветлено, он все равно здесь какой-то идет, где-то там нашла пепельный, ну пепельного вообще нет, вообще нет, я не могу, ну что за херня, тут пепла нигде нет, это просто рыжие, ну ладно, я тебе покажу вот так, подожди, давай найдем плюсы, во-первых, качество волос, да, испортилось, нет, да нет, нет, все на месте, ничего не высыпалось, вы знаете, там вообще минимальные, вот в салонах делали бы так, знаешь, порой в салон, блин, пойдешь, тоже сделают херню, но ты еще денег отдашь, и еще волосы испортят, еще и волосы испортят, вообще, могло бы случиться, вот, неиспроимое, а так мы увидели, как бы, да, возможности обесцвечивания моих волос, и в принципе, если мы сделаем в следующий раз смывку, да, мне кажется, подберем нормальный тон краски, и затонируемся, девочки, кто профи, или там, у кого были темные тоже волосы, кто пытался вот так вот выйти, объясните, почему они у нас вот такие с ржаной, почему теплые оттенны, даже зеленый слой, даже немного, мне кажется, надо немножко другой оттенок взять, просто видишь, может быть, вот, что у нас до этого какая-то вот желтинка была, прям такая яичная, и вот эта вот зелень, да, вот этот вот холодный, как пепел дал с желтизной, вот, зелень, может быть, но пока походит так, пару дней, да, а вы в комментарии как раз напишите, вообще, что, как, как можно скорее, пишите, пожалуйста, я не этого хотела, я не хочу быть такой, я этого не хотела, честно, да, ну, ты проверила точно, накраска там, 81 вообще, да, я уже выкинула все, ты выкинула, да, ты убрала, 8-1, да, и я, а, я на раскладке, кстати, не видела ее, Люба сказала просто, 80 или 81, я не знаю, какой там цвет, я не смотрела, мой слой, может, он, кстати, и не пепельный, ни хрена, слушай, ну, на волосах, когда мы ее нам несли, да, она была какая-то вот пепельная, с розовинкой, с розовиночкой, и в прошлый раз, когда ты мне висок покрасила, тестовый, он был не рыжий, он был такой пепел, короче, что ты хочешь, ты хочешь пепельный волос, да, пусть он будет там, русый пепельный, да, вот как у меня на корнях, например, да, да, сейчас я свои волосы грязные открою, вот, вот смотрите, да, вот смотрите, да, на корнях, вот такой цвет она бы хотела, посоветуйте, что нам можно сделать, надо ли нам, ну, чистить, наверное, надо смывочку делать, надо ли нам еще осветлять, и какую, лучше, конечно, какус, нам понравилась эта краска, вот, может быть, вы просто номер посоветуйте, какой взять, может быть, тон должен быть потемнее, семерка, может, должно быть, не хочешь, это на восьмом уровне, может, семерка, да бог его знает, пусть советует, короче, посоветуйте девчонке, ну, для меня главное, что волосы не испорчены, да, ты хотела чуть-чуть, что посветлее мы сделали, а там дальше, ну, понятно, ну, да, не, ну, как бы, не страшно, краска хорошая, можно экспериментировать дальше, поэтому, в принципе, ну, хотела перемен, получила, вот, сейчас так похожу, похожу чуть-чуть, если что, всегда можно вернуться в чёрный, а вот этого я, а вот до этого результата, мы шли довольно-таки, вот такими шагами, длиной 3 дня, по 5 часов, с пол пятого утра, если что, да, это будешь говорить? И испорченное имущество, испорченное имущество, две майки, да, стул, вообще, а, две майки, моя майка тоже в пламе. Короче, ладно, мы одного, однотонного цвета, это самое главное, и дальше, короче, будет зависеть от ваших комментариев, Танина голова в ваших руках, поэтому, пишите комментарии, меня можете не хейтить, потому что, это не моя инициатива, это она просила, и, как бы, я честно, я уже через силу делала всё, я ещё и пожертвовала своими вещами и деньгами, на минуточку, и временем своими драгоценами, всё было с моих слов, поэтому я молодец, я очень рада, на самом деле, ручки золотые, я довольна, она молодец, она вот прям вообще, вы знаете, такое вот за вот всё, что она прошла, и это, на самом деле, должно быть настоящий только друг, под большой, большой любви, Поэтому вот я теперь прочувствовала всю эту вот любовь, заботу в каждом ее движении. Она берегла, бережно наносила, учитывала каждый мой там, ай! И вот она вот все, ой, мне же аккуратно терпела, да, вот просто вот терпела. Сервис пять звезд, вот только за это ставлю пятерочку, как минимум. Спасибо, спасибо. Да, пятерочку вообще пять звезд, вообще мастер на все руки. Спасибо. Ладно, кошечки-крошечки, вы можете не только мне советовать, но и Тане. Я ссылку на ее канал оставлю под видео, она, кстати, у нас новоиспеченный блогер. Уже есть много видео на ее канале, будет интересно посмотреть. И свой уход вообще за волосами, как бы в дальнейшем, все ее планы с волосами можете обсуждать на ее канале. И давать свои советы, конечно же. Да, но не надо говорить, что с Еленой лучше не дружи, она оставит тебя без волос. Сразу в блог полетите, ясно? Да, я уже умею это делать. Ладно, шутки-шутки, напишите, что хотите, короче, главное ставьте пальчики вверх, и можно смайлик-улыбочку в комментариях. Все, мы вас любим, целуем, подписывайтесь на наши каналы, кто не подписан, обязательно ставьте лайк. Мы так старались, мучились, четверо суток, вот, и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...